Девушки отдыхают 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 Нам сказали, правда, что, возможно, дорогу эту строить здесь не будут. Никаких вопросов по ней так не решается. Но перед этим у нас были объявления на дверях, где было четко написано, что здесь планируется строительство четырехполосной дороги. На сайте есть информация, это же тоже очень важно, схема. На этом генплане есть, безусловно, вот этот отрезочек, но они сказали, что это еще не точно. Ну, конечно, если это есть на карте, то вероятность такая есть. Хотя, вроде бы, это будет обсуждаться уже в другое время. Самое важное для нас – это то, чтобы не было этой дороги. Вот все. И сейчас тоже мы не знаем, мы обсуждаем, мы просто в никуда. Ну, конечно, мы хотели отставить. Это несомненно, потому что, по нашему мнению, это абсурд. Ну, вот представьте себе ребеночек, убегает из этого подъезда, и сразу бежит, что, на четырехполосную, ну, или, не знаю, на четырехполосную. Сторон вот этими транспортными артериями. Да. И сейчас еще вот здесь перекрыть доступ к кислороду, но это совсем никак. Нам обещают, что дороги в четыре полосы не будет. То есть была сплошная игра слов, никто не пообещал, что дороги не будет вообще. Никто не сказал, что не будет вырубки яблоневого сада, который лежит сегодня. Никто не гарантировал нам, что нашу территорию оставят нетронутым. Я, как многодетная мать, у меня трое детей, я в первую очередь обеспокоена тем, что, выбирая, скажем, себе место для жительства, я выбирала, чтобы у детей была детская площадка, было благоустройство передомовой территории. Здесь идет пожарный проезд фактически. То есть в доме живут в основном либо молодые семьи с детьми, либо живут люди миссионного возраста, потому что дом старый. И достаточно часто сюда приезжает скорая за этот год. Если здесь делают дорогу, у меня вопрос, что тогда будет с пожарными проездами? Куда приедет скорая? Где играть нашим детям? Так как сразу за домом у нас находится детский сад. Опять же, у нас есть частный сектор. Еще пять лет назад дома в этом частном секторе продавались, люди покупали, сделали ремонт этих домов. Все волнуются, потому что вчера на собрании сказали, что обсуждение, на которое мы пришли, будет через месяц. То есть никто не сказал, что его не будет. Оно будет. Просто сказали, что вчера было обсуждение на тему экологии. Сделаем все от нас возможное, чтобы не допустить этой ситуации. Сегодня вечером с 7.37 мы собираемся всем домом, не только нашим, но и восьмым и пятнадцатым, для того, чтобы собрать подписи и выразить мнение жильцов против устройства здесь трассы. Будь то в 4, 3, 2, либо одну полосную. И сохранение нашей зеленой территории. Продолжение следует...